У нас общественная палата выполняет свои функции, связанные с общественным контролем за проведением выборов. Задача такая, чтобы выборы прошли у нас в Саратовской области прозрачными, чтобы они были всеми участниками этих выборов, всеми партиями, кандидатами, в которых участвуют, были признаны легитимными. И для этого мы создаем все условия, чтобы отмониторить все то, что будет происходить в день выборов 9 сентября. У нас есть связь со всеми избирательными участками, с нашими наблюдателями. Для этого есть обратная связь, их сотовые телефоны. За каждым районом закреплены бригадиры, которые аккумулируют эту информацию, получая непосредственно избирательные участки. У нас есть возможность сразу же оперативно включить эти избирательные участки. На большом мониторе, экране это будет выводиться, и мы прямо в онлайн, так сказать, в беседе можем прояснить ситуацию. У нас есть специальная группа, которая будет мониторить все, что будет в СМИ, выходить, связанной с выборами. И любой такой сигнал, который будет говорить, что где-то какие-то попытки, нарушения и так далее, сами нарушения, мы, естественно, сразу должны отреагировать, что у нас группа, есть реагирование, есть ребята, которые, если это пределы, так сказать, города Саратова, имеют возможность доехать, на месте разобраться нету, значит, по скайпу, по другим средствам массовой коммуникации, это все сделать. И поэтому полную картину, связанную с выборами, она у нас будет сосредотачиваться здесь, вот в этом центре, на базе Саратской юридической академии. Это очень важно. Для тех, кто участвует, это много студентов привлечено, для них вообще это чем интереснее, для тех, кто общественными наблюдателями являются, что они проходят конституционные правы, там есть большой раздел, связанный с избирательным правом, и одно дело, так сказать, читать по бумажке, по учебнику, слушать лекции, а другое дело, быть непосредственно участником этого процесса. Оно вызывает такой живейший интерес, у нас нет такой, что надо кому-то из-под палки заставить. Мы закрываем практически все участки, где проходят выборы Государственной Думы. Пока, так сказать, у нас нет права к муниципальному выбору, но сегодня рабочая группа рассмотрела такой законопроект. И сейчас мы на прошлых выборах президентских наблюдателей, которые были из-за урбежных стран, в частности, там с Германией у нас были, с Польши, мы их в этом центре водили, мы там это встречали, они вообще были поражены, говорили, что у нас вообще такого нету возможности вот так прозрачно сделать выборы. Но я должен заметить, что можно много говорить о прозрачности, но вот сегодняшнее выступление Ольга Николаевна Либовой подтверждает, что мы как бы в этом направлении движемся и все больше и больше снимаем всякие сомнения. Потому что выборы, понятно, легитимные были, прошлые, потому что они признаны избирательной, областной избирательной комиссией они признаны, центральной избирательной комиссией.